Общее сведение. Врожденная краснуха – контагиозное заболевание. Это означает, что ребенок, к которому педиатр поставил такой диагноз, может передавать вирус окружающим. Болезнь получила свое название в 1740 году по одному из распространенных симптомов – тромбоцитопенической пупыри. Первым врачом, описавшим заболевание, был Ф. Хоффман. Однако прошло более 200 лет прежде, чем рожденная краснуха стала вызывать серьезные опасения, поскольку именно во второй половине Хоффмака был выявлен возбудитель инфекции. Вместе с этим была обнаружена связь между заболеванием женщины во время беременности и патологиями новорожденного. Из других особенностей следует отметить высокое распространение инфекции в странах с умеренным климатом и сезонность. Пик заболеваемости приходится на весну и осень. Крупные эпидемии случаются раз в 6-9 лет, причем среди непривитого населения частота заболеваемости выше. По этой причине педиатрия – первая и самая важная клиническая дисциплина в вопросах профилактики врожденной краснухи. Именно в первые годы жизни дети получают вакцину против краснухи, что и позволяет избежать заражения во взрослом возрасте, в частности. Во время беременности у женщин статистика показывает, что врожденная краснуха составляет до 10% среди всех врожденных патологий. При заражении женщины и плодов первой недели беременности самопроизвольный аборт случается в 40% случаев. В 75% случаев отмечаются множественные поражения органов, два и более дефекта. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что заболеваемость неуклонно возрастает. Врожденная краснуха – причина врожденной краснухи. Единственной причиной инфекции является вирус краснухи, выделенный американскими учеными в 1961 году. Это РНК-вирус относится к семейству тагавирусов. Заражение происходит во внутриутробном периоде, когда возбудители от инфицированной матери проходят через сосуды плаценты, попадая в кровь плода. Риск заражения зависит от того, когда именно заболела будущая мать. Если женщина переносит инфекцию в первом триместре беременности, то в 60-90% случаев у ребенка будет диагностирована врожденная краснуха. Во втором триместре риск уменьшается до 10-20% случаев. К концу беременности риск заражения плода снова повышается из-за ослабления плацентарного барьера. Больше опасности подвержены женщины, не вакцинированные ранее. Проходя через сосуды плаценты, возбудитель врожденной краснухи попадает в кровь плода, где оказывает тератогенное действие. Он воздействует непосредственно на генетический аппарат клетки хромосомы, замедляя рост и развитие органов, с чем и связаны множественные пороки развития. Попутно вирус разрушает мелкие сосуды плаценты, что приводит к ухудшению плацентарного кровотока. Отсутствие должного питания и хроническая гипоксия плода также способствуют замедлению развития ребенка. В хрусталике глаза и улитке внутреннего уха вирус оказывает непосредственное цито-декструктивное действие, то есть разрушает клетки. Чем раньше произошло заражение, тем более серьезными будут симптомы врожденной краснухи, поскольку именно на первых неделях беременности происходит закладка основных систем, сначала органов зрения, затем органов слуха, сердечно-сосудистой и нервной системы и так далее. Симптомы врожденной краснухи еще в 1942 году N. Грега выделил три основных признака врожденной краснухи – поражение органов зрения, чаще всего врожденная катаракта, глухота и пороки сердца. Симптоматика обычно наблюдается сразу после рождения ребенка, реже врожденная краснуха проявляет себя через несколько лет. Речь идет об отставании в умственном развитии. Выраженность клинических проявлений зависит от срока беременности, на котором произошло заражение. Поэтому на практике не всегда имеет место классическая отряда симптомов N. Грега, а если они представлены в совокупности, то нарушения могут быть не настолько грубыми. Среди врожденных пороков сердца часто встречается поражение клапана аорты, стеноз аорты, дефекты межпричерной и межжелудочковой перегородки. Это вызывает серьезную недостаточность кровообращения, из-за чего все внутренние органы оказываются недоразвиты в той или иной степени. Поражение нервной системы может проявляться микроцефалией, гидроцефалией, встречаются случаи менингренцефалита, параличей судорог, нарушений сознания. Катаракта, глукума, микроавтальмия наиболее вероятны, когда заражение происходит на первых неделях беременности. Также часто выявляются пороки развития скелета, такие как остеопороз, дисплазия тазобедренных суставов, синдоктилия. Реже встречаются пороки развития мочеполовой и пищеварительной систем. К основным симптомам врожденной краснухи относятся также тромбоцитопеническая пурпура, причина которой – сосудистые нарушения изменения в крови больного ребенка. Визуально пурпура выглядит как ярко-красная сыпь по всему телу малыша. Как правило, сыпь проходит без лечения и через пару недель после рождения. Неспецифическим симптомом является длительная желтуха новорожденного, связанная с недостаточным развитием внутренних органов и неспособностью утилизировать избыточный билирубин в крови, как это происходит в норме. Внешний новорожденный обычно выглядит слегка заторможенным. В первую очередь это обусловлено поражением зрительного и слухового аппарата, но здесь играют роль и неврологические нарушения. Исход заболевания напрямую зависит от его тяжести. В тяжелых случаях продолжительность жизни больных детей составляет несколько лет. К смертельному исходу приводят, как правило, пороки сердца и сосудов, стеноз аорта и легочной артерии, открытый артериальный проток. Микроцефалия, гидроцефалия, менингоинфефалиты, гепатит и заболевания костей, тяжелая тромбоцитопения, присоединение различных инфекций. Вследствие низкого иммунитета и дары. Врожденная краснуха считается полностью излеченной, когда вирус перестает обнаруживаться в крови. После заболевания формируется стойкий иммунитет. Диагностика врожденной краснухи Первый этап – ранняя пренатальная диагностика, то есть выявление заболевания у беременной женщины. Этим занимаются инфекционисты и акушер-гинеколог, наблюдающий женщину на протяжении беременности. Когда диагноз подтвержден, можно оценить вероятность развития врожденной краснухи у ребенка. Будущая мать имеет возможность принять осознанное решение о вынашивании ребенка либо искусственном прерывании беременности с учетом. Всех медицинских показаний. Риск развития болезни у ребенка зависит от срока беременности и достигает 60-90% в первом триместре. После родов врожденная краснуха предварительно диагностируется клинически, то есть по основным симптомам. Врачи обращают внимание на одновременное поражение органов зрения и слуха. Во-первых, в процессе физикального осмотра неанатолог обнаружит, что ребенок не реагирует на яркий свет в родовом зале и не поворачивает. Голову в сторону источника звука. Также сразу можно заподозрить и пороки сердца. Иногда внешне отмечаются неврологические признаки, нарушение мышечного тонуса, микроцефалия, гидроцефалия, симптомы менингизма и дары. Ярко-красная сыпь заметна с первых дней жизни. Врожденная краснуха подтверждается лабораторными тестами. Диагноз считается достоверным после обнаружения специфических АГМ-антител в жидкостях организма, моче крови, спинномозговой жидкости. Чаще всего проводят анализ мочи и мазка из носоглотки. Выявить антитела позволяет ИФА-диагностика. Лабораторные исследования помогают отличить врожденную краснуху от многих заболеваний с похожей симптоматикой, таких как цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, вирус Эпштейнобар и некоторых других. Для диагностики пороков сердца проводят ЭКГ и ЛИХОК, нарушения слуха и зрения уточняют и подтверждают узкие специалисты, офтальмолог и атеринал-оренолог. Обязательно наблюдение у детского невролога с самого рождения. Даже если с первых дней жизни не обнаружено неврологических нарушений, они очень часто проявляются позже, даже через несколько лет. Тогда же к терапии может подключиться психиатр, поскольку отставание в умственном развитии неизбежно от легких когнитивных расстройств до олигофрения разной степени тяжести. Лечение врожденной краснухи. Терапия проводится исключительно в условиях стационара. Поскольку врожденная краснуха имеет вирусную природу, в лечении задействованы препараты, повышающие противовирусный иммунитет, а именно интерферон. Все остальное – борьба с симптомами заболевания. Реабилитационные меры направлены на компенсацию или устранение сопутствующих заболеваний внутренних органов. Пороки сердца чаще всего операбельны и корректируются. Нарушения слуха и зрения устраняются настолько, насколько это возможно. Внутриутробное поражение головного мозга не подается лечению, врач может лишь корректировать внутричерепное давление и судороги, если они имеются, но полное излечение невозможно. Перечисленные меры могут значительно повысить качество жизни больного ребенка. Одновременно проводится и социальная адаптация, поскольку перенесенная врожденная краснуха делает ребенка инвалидом, а также влияет на его умственное развитие.